Всем привет, друзья! С вами я, Марина Чернова, на канале Кухня без фанатизма. И на нашем канале вы найдёте много низкокалорийных рецептов, с помощью которых можно похудеть. Сегодня у меня для вас три варианта замечательных завтраков, которые очень быстро готовятся, получаются очень вкусными. Начинаю готовить. Для первого завтрака я беру два яйца и добавляю к ним молоко жирностью 3,2%, одну стопочку, 50 грамм, 50 миллилитров. Туда же добавляю 50 грамм творога жирностью 5%. И всё хорошо перемешиваю. Ну, прям совсем в однородную массу не обязательно перетирать. Ну, если нравится, можете перетереть. Мне нравится, когда творог вот такими зёрнами. Один мандарин 50 грамм разделю на дольки и отправлю в смесь. Половинку маленького яблока весом 50 грамм нарежу некрупным кубиком. И следующий ингредиент – это небольшой листик лаваша тонкого 20 грамм. Я его нарежу мелкой соломкой. И нарезанный лаваш добавляю к нашей смеси. Слегка подсаливаю немножечко. И всё хорошо перемешиваю. Смесь для первого завтрака готова. В сковороду я добавляю пол чайной ложки растительного масла. Это 2 грамма. И включаю нагрев. Разогреваю не сильно. И когда сковорода слегка нагреется, выливаю подготовленную массу на сковороду. Лопаточкой аккуратно всё разравниваю, распределяю по всей поверхности. И слегка вот так придавливаю. Всё, осталось накрыть крышкой. И готовим под крышкой до зарумянивания. Прошло 3 минуты. Переворачиваю. И уже с крышки обратно отправляю в сковороду. И с другой стороны готовлю также 3 минуты. На самом маленьком, маленьком нагреве. Вот такая пышка у меня получилась. Пышная. Ароматно пахнет фруктами. Наздрястое. Сейчас мы её разрежем, посмотрим. Получилось прям вкуснятина. Чувствую уже. Ещё не пробовала, но прям чувствую, что это очень вкусно. Нежное, пористое, фруктовое. Бесподобный завтрак. Какова же пищевая ценность такого завтрака? Пищевая ценность вот этой всей пышки, всей, 361 килокалория. То есть это одна порция на одного человека. Много, сытно, вкусно. На 100 грамм получается 125 килокалорий. Великолепный завтрак. Для второго завтрака беру также 2 яйца. И добавляю к ним 50 миллилитров, одну стопку молока, жирностью 3,2%. Туда же добавляю творог, жирностью 5%. И натертый на мелкой терке сыр 20 грамм. 50 грамм огурца нарежу мелкой соломкой. И нарезанные огурцы добавляю в яично-сырную смесь. Небольшой кусочек лаваша нарежу мелкой соломкой и также отправлю в смесь. И сюда же добавляем одну столовую ложку мелко нарезанного укропа. И всё хорошо перемешиваю. Да, чуть не забыла. Слегка подсаливаю. В сковороду добавляю пол чайной ложки растительного масла и слегка нагреваю. Нагрев самый-самый маленький. Сковорода слегка разогрелась. Выкладываю массу в сковороду. Массу аккуратно разравниваю и слегка придавливаю. Готовлю 3-4 минуты под закрытой крышкой. Прошло несколько минут. Можно переворачивать. Накрываю крышечкой более маленького диаметра и переворачиваю. Теперь снимаю. Вот здесь у меня нагрев уже поменьше, чем в первом завтраке. И уже цвет так, как надо. С этой стороны тоже готовлю несколько минут и можно будет подавать. пышнеет прямо на глазах. Вторая пышка готова. Очень аппетитная и ароматная. Пищевая ценность такого завтрака 379 килокалорий на одну порцию. На 100 грамм 140 килокалорий. И разрежем. Ну, такой вот классный на разрезе. Вкусный, аппетитный, сытный. После такого завтрака долго не хочется кушать. Для третьего завтрака я беру 2 яйца 50 миллилитров молока. Одну стопку. Молоко добавляю к яйцам. Затем консервированную рыбу. 100 грамм у меня тунец. Можно брать абсолютно любую консервированную рыбу. Также разомну на небольшие кусочки и добавлю яично-молочную смесь. Туда же добавлю 2 столовые ложки зеленого лука мелко нарезанного. Свежий огурец 50 грамм нарежу соломкой тонкой и также добавлю в смесь. И следующий ингредиент маленький кусочек тонкого лаваша 20 грамм. я его также нарежу мелкой соломкой. Осталось всё хорошо перемешать. Добавляю соль немного и чёрный молотый перец. Приправы, как всегда, можно добавлять любые, которые вам нравятся. Так, всё. Теперь перемешиваю. Всё готово. Осталось выпекать. В сковороду добавляю пол чайной ложки растительного масла 2 грамма и слегка разогреваю. Выкладываю массу и выравниваю лопаточкой по всей поверхности равномерно. Слегка придавливаю. накрываю крышкой и готовлю несколько минут. Всё прекрасно. Пора переворачивать. Очень великолепные завтраки. Пищевая ценность всей вот этой пышки это одна порция на один раз 345 килокалорий и на 100 грамм пищевая ценность 105 килокалорий. Замечательная пищевая ценность. Все пышки довольно большие. То есть, мне кажется, некоторым даже этого будет много на один раз. К тому же они очень сытные. Мало того, что они такие прям приличные, они ещё очень сытные. Вот такая вот прекрасная тоже рыбная пышка. Рыбный омлет. Не знаю, как это назвать. Ну, одним словом, это вкусный отличный завтрак. Делается легко и просто. На раз-два я больше разговариваю. Просто всё взял, перемешал на сковороду и всё готово. Сочетание замечательное. Сытно, полезно и вкусно. Если понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал. Всем удачи, отличного настроения, успеха в борьбе с лишним весом и до встречи в следующем видео. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok